Поздравляю! 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 Поздравляю, ребят! Поздравляю! С праздником! С праздником! Поздравляю вас! Кто я такой, вы наверняка знаете. Кто-то нет. Меня зовут Ричард. Мне 23 года, возможно. Сегодня 5 марта. Чудесный день, чудесный праздник. Если вы не слышали об этом... Это праздник доброго утра. Серьезно, никто про него не знает, но я его откопал... Нет, не в интернете, а в чертогах земли. Прямо под землей было закопано за все эти тысячи лет. Доброе утро было закопано прямо под нами. Прямо под нашим носом, прямо под нашими ногами оно находилось. Ужасно. Но слава богу, у вас есть я. Я здесь, чтобы вы знали, 5 марта это праздник доброго утра. Тихо. Я вас поздравляю! С добрым утром! Доброе утро! Поздравляю! Нет, вы, конечно, можете задаться вопросом. Погодите, есть же другие ученые, которые заканчивают университет, там, степень, прочее, магистр. Почему я не заканчивал магистратуру доброго утра? У меня есть документ. Я сейчас все покажу. Если вы хотите, чтобы все было на официальном уровне, будет. Все. Я попросил своего коллегу прислать мне документы. Огонь! Я получил бумагу. Все официально. Все на полном серьезе. Это не так важно. Главное, что вы верите моим словам. Всему тому, что я говорю, это супер. Правда? И сейчас будет грустная история о том, как появился этот праздник доброго утра. Короче. Идет такой чувак. Смотрит на пирамиду. Заря. То есть солнце еще даже не встало. Было немного облаков. Поэтому, когда заря поднималась, они все были такие розоватые. Цвета, которые не описать и не показать. И он смотрит на небо и говорит. Аааа! Боже мой! Доброе утро! Доброе утро! И в честь него как раз-таки сделали этот праздник. Закопал он свой добрый... Добрый... Аааа... Да... Даже как сейчас я беру вас в свои руки. Также они брали всю свою мощь, всю свою силу в руки. Пройдемте. Я кое-что вам покажу, ребят. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте сюда. Пройдем сюда. Отлично. Мы здесь. Я очень рад, что присоединились и решили взять дополнительные занятия. Не поленились прийти со мной, ребят. Я хотел бы вам рассказать секрет. Чем? Просто я слышал как-то поговорку, что если ты собираешься рассказывать секреты, перед этим надо вымыть ноги. Я ссори. Короче, в чем секрет? По поводу этого доброго утра. Нифига это не доброе утро. Меня заставляет это... Меня заставляет это говорить. Серьезно. Я просто... А что в ванну-то залез? Потому что меня здесь не найдут. Здесь остальное это покрытие, которое внизу идет. Понимаете, они слушают с пола. Не с воздуха, а с земли. Вот слышали там, знаете, всякие эти секретные метро и прочее. Вы думаете, оно там где-то только под Москвой? Нет. Оно уже повсюду. Знаете что? Мне страшно. Серьезно. Мне очень страшно. Потому что насколько это долго может все продолжаться? Насколько они будут заставлять меня делать и рассказывать про этот праздник? Это не праздник доброго утра. Это праздник. Недоброго утра. Поэтому 5 марта праздновать, ребят, ничего не надо. Потому что изначально этот праздник не только утро. То есть получается негативом, скрыться позитивом. И это кошмар. Дружес. И пойдемте. Сейчас выйдем. У меня есть еще одна зона. Я предлагаю там подчилить, отдохнуть. Говоря по-русски. Сейчас. Поехали. Добро пожаловать. Они слышат из розеток Подслушивают оттуда Я использую батарею и нагрев Чтобы вытеснить все эти сигналы Которые ведут из-под земли Естественно, если говорить тише То никто ничего не заметит Wi-Fi сигналы и прочие радиосигналы Они блокируются просто вовно Они медленные эти волны, ребят Они такие быстрые, как свет Не думаю, что я долго могу еще оставаться незамеченным Нужно возвращаться на место Иначе они выследят меня И будут задавать вопросы Поэтому надо возвращаться Пойдемте А ну здорово, ребят Привет, всем привет Здравствуйте Сегодня я буду рассказывать вам о приколах Вы слышали о приколе? Прикол, короче, в том, что БАМ! Да! Уу! ЕС! БОЙ! БЛЯТЬ! СУРОК БЛЯТЬ! увидимся с вами ребята может быть и нет они идут за мной